Армейский туризм – дисциплина, признание которой в рядах Вооружённых сил в последнее время растёт. По линии Министерства обороны при поддержке ЦСКА чемпионаты по этому виду спорта проводятся в разных частях нашей страны. Торжественное построение открыл полковник Илья Синицын, представитель Управления физической подготовки и спорта Вооружённых сил России. Он же вручил награды участникам соревнований. Прапорщик Сурков Егор Михайлович. Ангарск принимает спортсменов как город, где активно развит спортивный туризм. У нас действует пять специальных клубов и несколько детских организаций. Большую помощь в подготовке соревнований оказали Байкальский молодёжный корпус спасателей, Дворец творчества детей и молодёжи, Центр лифт, общественники и администрация. Ребята, вам, конечно, испытания выдались большие, но вы их преодолеете с честью и в дальнейшем, чтобы победил сильнейший. В жизни будьте всегда востребованными, сильными и всегда защищайте нашу страну. Я желаю вам всем успехов, удачи и, конечно же, быть и оставаться патриотами нашей великой России. На соревнования съехались девять команд разных видов и родов войск. Это более 80 человек. За трое суток с двумя ночёвками им предстоит преодолеть дистанцию около 115 километров. 30 из них – водный сплав на Китое с переворотом судна. Спасение утопающего предусмотрено также ориентирование по GPS и компасу. То есть все элементы спортивного туризма и плюс военно-прикладная направленность этих соревнований, боевая стрельба, которая будет тоже на одном из этапов дистанции, метание гранаты, судно на суше, использование сред защиты от оружия массового поражения. То есть какие-то этапы будут преодолеваться в противогазах. Оценивать участников будут по времени прохождения всех этапов с учётом набранных штрафных баллов. Победителем станет тот, кто быстрее и без ошибок прошёл дистанцию. Старт проходил в суровых условиях, но ребятам не привыкать. Это очень подготовленные спортсмены, которых можно сравнить со спецназом. Как пояснили организаторы, со следующего года армейский туризм станет официальной дисциплиной Министерства спорта. А значит, можно будет получать разряды, статус соревнований станет ещё выше.